Здравствуйте! В эфире канала Заречные новости. С главными городскими событиями вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Алена Шеваргина. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. В Заречном состоялось заседание комиссии по защите интересов города в сфере экономики. Собравшиеся обсудили две насущные проблемы – неуплату налогов физическими и юридическими лицами. На поведке у нас с вами две темы. Рассмотреть задолженность, которая сложилась у наших платильщиков в моменте решения. Также у нас еще запланировано заслушать платильщиков, у кого зарплата нижнего роста не дотягивает до среднего трослевого у кого, а также платильщики, представляющие любую отчетность по НПЛ и страховым взносам. В Центре образования и профессиональной ориентации прошел день открытых дверей. Школьникам рассказали о гуманитарных и технических профессиях. С работой фрезеровщика пришли знакомиться только девочки. Мне понравилось, понравилось фрезеровать. Это очень классно. Еще настраивать, двигать туда-обратно. Это очень классно. 2023 метра – такую символичную дистанцию преодолели участники атомного забега. Сотрудники производственного объединения «Старт» вышли на стадион «Фока-Лесной», чтобы не только провести время с пользой для здоровья, но и побороться за медали и ценные призы. Как сообщает новостной портал «Московский комсомолец», первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике Николай Арефьев заявил, что бюджет страны можно пополнить на 2,5 трлн рублей за счет введения прогрессивного подоходного налога до 30% на сверхдоходы. По словам Арефьева, этот законопроект уже был внесен, но его до сих пор не рассмотрели, хотя это необходимо. Арефьев отметил, что против России ввели 14 тысяч санкций. Кругом недостаток денег. Однако в стране вдруг стало на 22 олигарха больше, состояние которых тоже больше на 12 трлн, в то время как в бюджете не хватает 3,5 трлн рублей. Российский бюджет столкнулся с рекордным долгом. В первой половине 2023 года суммарный объем дебиторской задолженности федеральных органов власти вырос на 41%. Бюджет страны формируется в том числе из налоговых поступлений в муниципалитеты. В этой связи остро встает вопрос о своевременной уплате налогов. Что такое своевременно оплаченные налоги? Это пенсии пожилым людям, детские пособия, зарплата сотрудников бюджетных организаций и многие другие расходы из государственной казны, в том числе на обеспечение социального обслуживания населения. Полномочия по сбору обязательных платежей с предприятий возложены на налоговую службу, которая также ведет работу с ложниками. По сообщениям газеты «Известия» со ссылкой на заключение Комитета Госдумы по экономической политике, только в 2022 году бюджет страны недополучил 2,5 триллиона рублей из-за налоговых долгов компании перед государством. Местные неплательщики есть и в Заречном. Трудности испытывают и производители, и заказчики, которые потеряли возможность своевременно рассчитываться за поставки продукции. Все это заставляет предпринимателей искать различные выходы из ситуации. Например, чтобы не приостанавливать деятельность предприятий, некоторые владельцы частных компаний в первую очередь выплачивают заработную плату сотрудникам. При этом средств на налоговые платежи уже не остается. Члены комиссии по защите интересов города в сфере экономики предложили представителям организаций и физлицам различные варианты решения возникших проблем. На поведке у нас с вами две темы. Рассмотреть задолженность, которая сложилась у наших платежек в моменте пути решения. Также у нас еще запланировано заслушать платежщиков, у кого зарплата ниже в рот, не дотягивает до среднеотраслевого у кого, а также платежщики, представляющие нулевую отчетность по НПЛ и страховым взносам. Стоит отметить, что правительство страны увеличило предельные сроки направления требований об уплате задолженности по налогам и ее взыскании на 6 месяцев. За это время компания-должник должна пройти сверку с налоговой службой. И все же обязательства частного бизнеса перед государством должны выполняться даже в нынешних непростых экономических условиях. Поэтому участники межведомственной комиссии выслушали планы должников по выходу из сложившейся ситуации и обсудили с ними предполагаемые сроки оплаты налогов. Кроме того, предпринимателям рекомендовали обратиться к информационным ресурсам, на которых можно получить подробные сведения о различных мерах государственной поддержки бизнеса. В Центре образования и профессиональной ориентации проходит марафон компетенций и творчества «Профи-дебют». Его задача – помочь детям выбрать будущую профессию и направление учебы. Школьников ждут экскурсии на предприятия Заречного, а также в учебные учреждения города и области, профпробы, мастер-классы и многое другое. Первым мероприятием в рамках марафона стали дни открытых дверей «Найди призвание». Вместе со школьниками в мир профессии окунулся Алексей Лазаренко. Вот как вы думаете, бухгалтерам, какие нужны качества? Ум. Ум. Но ум нужен, по-моему, в любой профессии. Согласны? Школьники знакомятся с миром профессии. В Центре образования и профессиональной ориентации прошел день открытых дверей в рамках профориентационного марафона «Компетенции творчества «Профи-дебют». Реализация этого проекта стала возможна благодаря гранту. Наше учреждение, Центр образования и профессиональной ориентации, выиграло конкурс на предоставление из федерального бюджета субсидий на организацию проведения проектной активности, направленной на воспитание, развитие, самоопределение детей и молодежи, досуг детей и молодежи. На базе Центра образования и профессиональной ориентации создано несколько площадок. Организаторы планируют представить зареченским школьникам около 16 различных направлений деятельности. Мы привлекаем наших партнеров, которые помогают нам осуществить наш проект. Они проведут в игровой форме, познакомят детей с миром профессии и проведут тренинги на то, какое направление профессиональной деятельности подходит ребенку или не подходит. Одной из первых сфер деятельности, с которой познакомили восьмиклашек, стала журналистика. Ребятам рассказали о специфике работы корреспондента, оператора, а также какими качествами должен обладать настоящий журналист. Он должен уметь общаться с людьми, задавать интересные вопросы и находить хорошую информацию, чтобы людям было интересно слушать. Кратко уметь донести свои мысли, правильно формулировать вопросы, правильно, как Настя сказала, с людьми уметь общаться, то есть находить с ними общий язык и в целом доходчиво все объяснять. Брать можно? Нет, мне кажется. Почему? Ну, если приукрашать, а брать, мне кажется, это не очень. Не прям брать, но немножко гиперболизировать лишним не будет для экшена. Брать интервью, снимать, можно быть фотографом, то есть посещать какие-то мероприятия, общаться с людьми, узнать что-то новое для себя. Рассказали технику безопасности, как все проходит, показали работу камеры. Среди профессий, представленных на дне открытых дверей, были и технические специальности. После журналистики школьники познакомились с работой фрезеровщика. На удивление пришли только девочки. Мне понравилось, понравилось фрезеровать, это очень классно. Еще настраивать, двигать туда-обратно, это очень классно. Нужна как бы сила, чтобы либо эти прощать. Как раз таки представители сильного пола пришли на площадку программирования, моделирования и дизайна. Здесь ребята рисовали при помощи компьютера фигуру, которую потом вырезал из фанеры специальный станок. И это лишь некоторые направления, с которыми предлагают познакомиться с зареченским школьником. Дети также могут освоить деревообработку, металлообработку, актерское мастерство, педагогику, психологию, портновское, парикмахерское искусство, несколько видов дизайна и другое. Двери центра образования и профессиональной ориентации будут открыты до 17 октября. После начнется углубленное изучение выбранных сфер деятельности. В конце ноября дети смогут продемонстрировать все, чему научились и показать мастерство уже на конкурсе компетенции творчества «Профи-дебют». Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, телерадио компания «Заречный». А теперь к происшествиям. Управление ФСБ России и Управление МВД России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя столицы Сурского края. Мужчина 1983 года рождения, причастен к функционированию на территории региона кустарной мастерской по изготовлению и модернизации огнестрельного оружия, а также к незаконному обороту взрывчатых веществ. Решением в Железнодорожном районном суда города Пензе преступник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 222 Прим. 1 Уголовного кодекса России. Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом 120 тысяч рублей и испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Решение в законную силу не вступило. Около 300 сотрудников производственного объединения «Старт» приняли участие в атомном забеге. Эти ежегодные соревнования до конца сентября пройдут в 28 городах в присутствии Госкорпорации «Росатом». В заречном спортивном празднике приняли участие заводчане с разным уровнем физической подготовки. В борьбе за медали и ценные призы они преодолели символичную дистанцию в 2023 метра. Со стадиона «Фок» и лесной репортаж Натальи Елистратовой. На стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса «Лесной» заводчане сотрудники производственного объединения «Старт» вышли на дистанции ежегодных соревнований «Атомный забег». В 2023 году участие в турнире приняли около 300 человек. Участники распределены на 4 группы по возрасту и соответственно мужчины и женщины, ну и опытные спортсмены. Первые 3 хорошие результаты будут отмечаться призами, тепломами. А так участники тоже получат сертификаты. Главная цель при общении к здоровому образу жизни, чтобы те, кто пришел сюда первый раз, проникся и вдруг он начнет заниматься. Это уже будет наша победа. Пропаганда здорового образа жизни стала неотъемлемой частью работы заводской профсоюзной организации. Ежегодно в «Атомном забеге» принимают участие несколько сотен сотрудников производственного объединения «Старт». В 2023 спортивный праздник объединил сторонников активного образа жизни в возрасте от 18 и старше 50 лет. Каждый раз видишь все больше и больше участников. Да, мы сегодня в очередной раз проводим отраслевое мероприятие, которое было задумано как некая эстафета между городами, передача палочки эстафеты одному городу от другого несколько лет назад. И мы ее активно поддерживаем, эту инициативу. На старт «Атомного забега» вышли заводчане с разным уровнем физической подготовки. Перед началом соревнований все участники сделали разминку, которая подарила не только настроенный хороший результат, но и заряд веселого настроения. Первыми на старт «Атомного забега» вышли заводчане-спортсмены. Илья Анашкин увлекается лыжными гонками. На дистанции он смог грамотно распределить свои силы, чтобы финишировать победителем. Отлично все. Соперники сильные. Тяжело было бежать. Но выбрал тактику. Рюкзач, как говорится. И в конце были силы и прибавил. Что это за тактика такая? Ну, тактика это у нас лыжная, так называется. Рюкзачить за кем-то. Сидишь за спиной у соперника. И в конце уже все, что есть, выкладываешься и убегаешь. Юлия Сараева преодолевала «Атомную дистанцию» в одном забеге с Ильей Анашкиным. На финише удача ей не улыбнулась, что совсем не расстроило спортсменку. Дистанция хорошая просто. Ну, если ты спортсмен, то у тебя все равно есть какой-то приоритет. Либо ты длинный бег, либо короткий, либо средний. Поэтому, если не специфичная тебе дистанция, то тяжеловато. Если любимая, то всегда легко. Но настроение всегда прекрасное. Солнце светит. Нет жары, легкая прохлада. Прямо то, что надо. В этом году все участники «Атомного забега» преодолевали дистанцию 2023 метра. Символические подарки получили все заводчане, вышедшие на старт. Победители награждены кубками. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». В «Заречном» постепенно начала расти заболеваемость острыми респираторными инфекциями. А значит, и сезон гриппа не за горами. В прошлом году грозная инфекция пришла в наш город раньше намеченного срока. Поэтому так важно пройти вакцинацию от гриппа именно сейчас. Какие вакцины против гриппа поступили в городскую медсанчасть? В чем их отличие и почему важно привиться от гриппа горожанам, имеющим ослабленный иммунитет и страдающим хроническими заболеваниями? На эти и другие вопросы ответит начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления номер 59 ФМБА России Мария Лукьянова. Она появится в нашей студии сразу после короткого рекламного блока. Не переключайтесь. Здравствуйте, люди добрые! Салям алейкум! Что у брата-то? Халил, возьми меня в жены. Нет, Юха, ты из меня всю кровь выпьешь. Спасибо, Лизавета Патрикевна, но маловато будет. М-м-м, Ктофий Иваныч? Мало! Мало! Вот руки прошлый год защемил, надо догнать и доказать его! Как можно догнать прошлый год? Вот и сказочки коллег, зато слушал молодец! Спасибо за внимание, до скорого свидания! Распродажа! Распродажа только с 10 по 30 сентября. Скидки 20% на всю одежду и обувь. Футболки от 300 рублей. Мужские и женские кофты от 500 рублей. Женская обувь от 700 рублей. Мужская обувь от 500 рублей. Осенние и зимние куртки от 2000 рублей. Росатом начал строить Центр испытаний космических аппаратов. Ядерную батарейку разработали в МИФИ. Геологи Росатома обнаружили уникальный минералогический объект. Смотрите в среду в 20.00. А мы возвращаемся в нашу студию. И у нас в гостях начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления номер 59 ФМБА России Мария Лукьянова. Мария Валерьевна, здравствуйте! Здравствуйте! На дворе осень-сентябрь. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с заболеваемостью ОРВИ? Заболеваемость ОРВИ у нас немножко начала подрастать. В связи с тем, что температура понижается. Школьники вернулись в школы. В школах и детских садах температура тоже понизилась. Но она еще не достигла критических уровней. Пороги не превышены. Но тенденция такая у нас наблюдается. И мы готовимся к эпидемическому подъему. Вот пока сейчас такая благоприятная, можно сказать, ситуация складывается. Нужно ли бежать вакцинироваться от гриппа? Ну, я бы даже сказала, да. Что нужно именно бежать. Потому что вакцина у нас есть. В медсанчасть поступила вакцина СОВИГРИП и УЛЬТРИКСКВАДРИ. УЛЬТРИКСКВАДРИ для детей и для определенных контингентов взрослых. СОВИГРИП для взрослых. И у нас кампания по вакцинации населения уже начата. И привиться можно. И если, допустим, в организации руководители организуют на месте, на рабочем, то можно привиться на рабочем месте. И если такого нет, то можно обратиться в прививочный кабинет, в поликлинику нашей медсанчасти и привиться. К чему важно привиться именно сейчас? Ну, может, мы немножко сгустили краски. Не обязательно прямо вот только сейчас и только сегодня, больше никогда. Но чем раньше, тем лучше. Потому что все-таки трудно спрогнозировать, когда будет подъем. А на выработку иммунитета нужно около трех недель. Поэтому и далее иммунитет, он будет напряженным примерно в течение года. Поэтому тот человек, который пораньше привьется, он все успеет. И у него будет все хорошо. Те, кто откладывают на потом, есть вероятность, что могут не успеть с выработкой иммунитета. Поэтому все-таки чем раньше вот сейчас привиться от гриппа, тем лучше. В прошлом году когда к нам грипп пришел? В декабре. Это раньше, чем обычно. Потому что в большинстве годов у нас эпидемический подъем где-то начиная с февраля. Но редко бывает в январе. А так, чтобы он прямо в декабре у нас начался. Такой, ну, прям, может быть, был пару раз вот за последние 20 лет. Достаточно редкое явление. Ну, то есть он может и в этом году, к примеру, да, прийти раньше. Поэтому чем мы раньше вакцинируемся, тем мы больше обезопасим себя от последствий этой опасной инфекции. Да, именно это. То есть прогнозировать именно конкретный наплыв волны трудно. Тут зависит от движения народа, от массы, от погоды, от многих факторов. Вы сказали, что в медико-санитарной части есть две вакцины против гриппа. Вот в чем их отличие? В Суви-грипп, ну, там, во-первых, разница в упаковке. И, во-вторых, он трехвалентный. Он содержит антигена трех видов вируса. Два вида вируса А, гриппа, и один вид вируса В. А ультрикс-квадри, он четыре разных антигена содержит. Это два вида вируса А и два вида вируса В. То есть более расширенный, так скажем. Он используется для детей. Кому в первую очередь показана прививка против гриппа? Ну, я бы сказала, что она всем показана. Но у нас есть группы риска, которые прописаны в национальном календаре прививок. И в них входят, во-первых, дети, начиная с 6-месячного возраста. И далее все ученики, да, с 1 по 11 класс. Потом у нас категории профессий, которые широко общаются с людьми. Это медработники, работники образовательных учреждений, транспорта, социальные сферы, торговли и так далее. Дальше по состоянию здоровья у нас группы риска идут. Это люди, которые имеют хронические заболевания. Военнослужащие, потому что тоже у них скучные коллективы, им нужно иметь иммунитет. И жители нашего города 60+, то есть уже пожилые, у которых иммунитет, в общем-то, может не сработать. Вот эти категории у нас идут первоочередные и бесплатно. То есть на них у нас есть бесплатная вакцина. А существует ли понятие коллективного иммунитета, если мы говорим о вакцинации от гриппа? Ну, коллективный иммунитет, он всегда есть при вакцинации. Вопрос, насколько он полный. То есть если в других вариантах мы говорим о необходимости 95% вакцинации, чтобы не было вообще заболеваемости, то с гриппом в связи с тем, что он очень изменчивый, много вариантов, добиться полного уничтожения его тяжело. Поэтому ставится задача о вакцинации 60% как минимум населения. Но это тоже определенная прослойка и коллективный иммунитет. Естественно, когда 60% у нас привито, то вероятность заболеть в разы снижается. И он тоже свое действие оказывает. Но в данном случае больше упор идет на индивидуальный иммунитет. То есть когда человек привился, он думает именно в первую очередь о себе и о ближайшем своем окружении. Ну, то есть тут еще момент такой социальной ответственности. То есть человек, в который один из коллектива привился, это одна ситуация, когда коллектив встал и в едином порыве пошел привился, то там уже речь о совсем другом коллективном иммунитете. Конечно, конечно. То есть социальную ответственность никто не отменял. Да. А в каких случаях нужно повременить с вакцинацией? Ну, есть противопоказания. И в данном случае их не так много. Ну, прежде всего у нас противопоказанием всегда являются острые заболевания и обострение хронических. Поэтому всегда перед вакцинацией осмотр врача выясняется, человек здоров или нет. Если у него какое-то заболевание, надо подождать, пока будет либо ремиссия, либо там ОРВИ или простуда пройдет. И одним из таких серьезных противопоказаний является аллергия на куриный белок, потому что используется при производстве вакцины. Все остальное – это либо временные противопоказания, либо относительные. То есть таких вот практически нет. В Заречном проживает большое количество людей почтенного возраста. Насколько мне известно, у них есть возможность привиться на дом, к кому? Расскажите про это, пожалуйста. Ну, я все-таки не представитель медсанчасти, но я знаю о том, что если есть желание привиться, и человек маломобильный, то можно вызвать у нас, работают прививочные бригады, позвонить в регистратуру или в прививочный кабинет, записаться, и придет бригада на дом. То есть вне зависимости от возраста человека. То есть чем старше человек, тем у него иммунитет, наверное, как-то снижается. И поэтому очень важно обезопасить себя по максимуму от возможных инфекций. Да. У нас есть такое заблуждение у людей, что мне нельзя прививки, я болею. А в данном случае, да и вообще в любом случае, наоборот, тем, у кого есть проблемы со здоровьем, проблемы с иммунитетом, прививаться нужно, потому что из-за того, что есть какое-то заболевание хроническое, может организм не перенести. То есть если молодой здоровый организм, но он поболел, даже тяжело и выздоровел, то вот, и мы это наблюдали во время расцвета ковида, да, у нас. То есть тоже видели, что пожилые и обремененные какими-то заболеваниями граждане, им тяжелее было справляться с заболеванием. Вот поэтому разговор идет именно о вакцинации их в первую очередь. Мария Валерьевна, спасибо вам, что вы пришли к нам в нашу студию. Я желаю вам крепкого здоровья. Спасибо. До свидания. А я напоминаю, у нас в гостях был начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления номер 59 ФМБА России Мария Лукьянова. И на этом наш выпуск завершен. Я желаю вам хорошего вечера и до новых встреч на канале «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Это место, где всегда нас ждут Все равно, куда забросила судьба Здесь нас любят, примут и поймут Это наши родные берега За ошибки нас всегда простят Будут счастливы от наших побед Никогда и ни в чем не обвинят И не важно, сколько нам лет Такое есть место на этой планете Где вырастают малые дети Здесь появились ты, ты и я Все это наша семья Важное место на этой планете Где мы всегда любовью согреты Здесь появились ты, ты и я Все это наша семья Наша семья Ты, ты, ты и я Это место, где всегда тепло Независимо от времени года Нас поддержат, когда тяжело Когда на душе нет погода За ошибки нас всегда простят Будут счастливы от наших побед Никогда и ни в чем не обвинят И не важно, сколько нам лет Такое есть место на этой планете Где вырастают малые дети Здесь появились ты, ты и я Все это наша семья Важное место на этой планете Где мы всегда любовью согреты Здесь появились ты, ты и я Все это наша семья Наша семья Наша семья Наша семья Ты, ты и я Ты, ты и я Ты, ты и я Жизнь появились ты, ты и я Все это наша семья Субтитры создавал DimaTorzok